В активную фазу входит строительство станции метро «Театральная». Долгожданная станция, которая планировалась еще в советское время, как хорды для соединения трудовой безымянки с историческим центром, наконец появится в ближайшие годы в Самаре. Актуальность ее не просто не снизилась, а многократно возросла. Набережная, театры и музеи, городские фестивали, праздники, офисы и рабочие места, архитектура и уникальная атмосфера центра Самары станут еще ближе. В этом году юбилей Самарского метро «35 лет», пишет в телеграм-канале руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары продолжает сбор заявок на конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья, достигших 18-летнего возраста, проживающих в Самаре, на получение премии главы города «Мир равных возможностей». Премии вручаются в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и народное творчество», «Физическая культура и спорт». Заявки принимаются до 20 сентября по адресу улица Некрасовская, 63, кабинет 19. Телеграм-канал администрации Красноглинского района сообщает о праздниках двора. Участников ждет море веселья, зажигательная музыка, творческие номера коллективов, занимательные конкурсы и викторины, подарки и многое другое. 9 августа в 18 часов праздник пройдет в поселке Мехзавод, квартал 4, дом 9, сквер, ДК «Октябрь». 10 августа в 18 часов в микрорайоне «Крутые ключи» на улице Мира, 79, а 11 августа в 18 часов по адресу поселок Красный Пахарь, дом 31 и 33. Движение – это жизнь. В Ленинском районе Самары активные пенсионеры поддерживают здоровье занятиями на свежем воздухе. Тренер по месту жительства Герасимов Геннадий Сергеевич проводит тренировки для всех желающих, сообщает телеграм-канал Ленинского района.